так привет ребята сейчас небольшой обзор точнее это будет не обзор а первое впечатление от вот этого моего комплекта от недавно приобретенного эхолота я рассказывал к его приобретал там отдельная история можете посмотреть вот тут будет ссылочка где-то вот расскажу про мои первые впечатления вот это в этом аппарате это хамап ультра десятка с подключенным к ней датчиком ls34 система panoptics ну и gs10 модуль конечно же там в комплекте вот но пока анонс следующего видео но одного из следующих мне скоро от этого же поставщика придет fs-9 для чего и как это будет отдельная история зачем она мне нужна но я установлю ее вот туда рядом со своей fs кай потому что есть такое мнение что на новой прошивке fs к лучше рисует рыбу лучше и как-то подсвечивает там короче ребята такое говорят что типа что-то там изменилось после выхода новой прошивки вот поэтому я установлю себе два эхолота со старой прошивкой с новой и прям в живую сравним вот один к одному показаниям с этих двух эхолотов и посмотрим ну вообще по менюшке там по всем остальным моментам пробежимся глянем какая же разница в новой прошивки и если она вообще вот или это все миф вот а вы из этого видео поймете стоит ли перепрошивать свои холоды на новую прошивку что касаемо допустим hdsk я точно знаю что нужно перепрошивать и почему на новую прошивку я скажу в следующий раз в комментариях как то кому интересно пишите следующий раз я расскажу почему нужно перешивать hdsk на новую прошивку вот и причем и нам нужно не все эти детские перешивать только определенного года выпуска вот так вот такая небольшая вам интрига ну а что касаемо вот этой вот ультра смотрите давайте расскажу предварительно про датчик вообще систему panoptics почему я выбрал до этого у меня было актив таргет подключенные к лоуренсу вот и я хотел купить себе новый актив таргет когда вышел 2 но там сложились по определенному стальства я его не купил вот купил себе этот три четвертый датчик система panoptics и вот эту голову и вот половив но я и до этого уже и пользовался я могу определенно точно сказать что это намного намного лучше чем актив таргет особенно 1 вот мне все понравилось далеко бьет по сравнению конечно с другими датчиками далеко бьет порядка 25 метров я вижу спокойно приманку пяти дюймовую даже четыре дюйма иногда видно если хорошо подальше чистая вода вот естественно четко видно все движения приманки в общем система работает отлично десяточка экран по десятке смотрите прикольная аппарат единственное что вот это вот полоса которая внизу меню вот это забирает часть экрана вот она как ее скрыть я не знаю вообще возможно ли это возможно ли ее скрыть если кто-то знает как ее скрыть напишите потому что ну блин она прям жирный кусок съедает если на когда ты работаешь с panoptics сам это все равно ну не не столь значимо то когда работаешь допустим боковое сканирование разли различные экраны делаешь ну жалко что у тебя теряется кусок экрана как раз вот те преимущества 9 дюймами на 10 дюйм 10 дюймов на 9 дюймами вот так вот что касается бокового сканирования даунскана я взял у товарища датчик gt56 в комплекте у меня не было я покупал без этого датчика подключил его если будет возможность я приложу в конце видео как он показывает пробовал снимать но экран бликует на солнце если что-то попадется хорошее то я еще приложу вот значит что касается вот мои ощущения от того как показывает эхолот гармин ультра с датчиком gt56 все прекрасно я хочу сказать но есть некоторые нюансы допустим в эхолоте лоренс и в эхолотах хамминберт тебе нужно просто подстроить контрастность хамминберт вообще крутилка то в лоренс нажимаешь меню контрастность вот и все настройки тут же тебе нужно настроить контрастность яркость меняешь яркость меняется контрастность потом подстраиваешь все заново туда сюда меняешь в настройках вот я вам сейчас покажу ты все вроде выставил но у тебя есть еще настройки Настройки сонара дополнительно. И ты тут меняешь помехи, устранение помех и переменный коэффициент усиления. Если ты меняешь любой из этих показателей, опять надо менять контрастность и яркость. Конечно, можно забить на это и сделать все в одном режиме. Но когда ты подстраиваешь под каждый водоем, под каждый... Ну, то есть мы на одном участке лови, на другом. Перебили, позвонил телефон. И вот когда мы меняем любой из этих показателей, нужно перенастраивать весь эхолот. Конечно, можно это и не делать, и ловить в одной настройке. Кстати, забыл сказать, мне больше всего понравилась 800-я частота здесь. Очень похоже на мой Lowrens показывает. Так вот. Можно, конечно, не перенастраивать, ловить все на автоматах. Но мне нравится подстраивать все под себя, как мне нравится. Что касается, как показывает эхолот рыбу. Допустим, в сравнении с тем же Lowrens, Hummingbird. Я думаю, в некоторых случаях Garmin показывает лучше. Ну, как лучше? На одном водоеме или в одном месте? Я вижу рыбу лучше на Lowrens, в другом Hummingbird, в третьем на Garmin. Но Garmin это нечто среднее, по ощущениям, между Lowrens и Hummingbird. А в некоторых случаях и лучше и того, и другого. Сложно объяснить. Если смотреть в экран, то, допустим, Garmin, он как бы не так высвечивает картинку в определенных настройках. Но она более контурная. Более контурная и более сильные тени у нее. Вот, допустим, вот так вот, если вам описать. То есть, когда спрашивают, какой же все-таки купить Garmin, Lowrens или Hummingbird. Блин, ну, сложно, ребята, сказать. Хамmingbird мне не нравится, они тупят. Garmin шустрый, работает. Прикольная, красивая картинка. Однозначно я у него все вижу. Однозначно я вижу всех рыб у него, ветки, коряги и все такое. И причем он еще показывает вообще без проблем глубину на всей скорости. Прикольный холод, мне нравится. Но все же смотреть структуру я буду на своем Lowrens. Ну, потому что они с руки. Тут, конечно, я прибабахал. Прикольное. Это вот крепление, которое я делал. Кто видел, как я его делал, такое, чтобы его можно было переоставлять, крутить, менять, вводить на переднюю палубу экран. Вот. Но все равно мне удобнее смотреть, привычнее работать с картографией в Lowrens. Потому что в Garmin меню с одной стороны как бы и проще, а с другой стороны вот эти непонятные настройки. Вот. Может быть, со временем я как-то все это перейду на автоматический, привыкну и смирюсь с настройками Garmin. А пока вот такие вот первые ощущения от этой техники. Так что, вот такие вот пироги, ребята. Чтобы не пропустить следующее видео про лорики сравнения, нажимайте колокольчик. Ну вот, находит на краю. Ты не поворачивай, потому что я вот этот кину уже. Вот попал. Пошла. Вот смотри, четко видно, бель стоит, рыбки. Не знаю, как передает камера телефона. Пошла. 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 Продолжение следует...